Добрый вечер, уважаемые телезрители. Согласно последним исследованиям в области медицины, знаменитое выражение «движение – это жизнь» оправдывает себя полностью. И об этом, как никто хорошо знает, сегодняшний гость нашей студии. Вновь сегодня мы говорим о кинезиотерапии. Я представляю гостя Игоря Морозова, генерального директора ООО «Подмосковный центр кинезиотерапии». Вы открыли совсем недавно у нас филиал, уже он заработал, и прошел день открытых дверей. Как он прошел? О чем клинчане чаще всего спрашивали? Ну, добрый вечер, клинчане. Да, действительно, в сентябре месяце случилось, ну, считаю, знаковое событие, наверное, для города Клин. Наконец-таки, после многочисленных просьб жителей Клина, нам все-таки удалось открыть филиал в Клину. В Зеленограде наш центр работает уже 16 лет, в ноябре месяце будет 16 лет. Кромный срок. Много жителей Клина приезжали к нам в Зеленоград для прохождения лечения. Два года назад мы обошли Клин, открыли центр в Двери. Ну, и вот в сентябре месяце случилось так, что мы открыли филиал в городе Клин. В прошлом месяце мы провели день открытых дверей для жителей Клина. Присутствовало около 40 человек. А кто пришел? Молодежь, старшее поколение. Кто внимательнее слушал, кто внимательнее отнесся к своему здоровью? Ну, естественно, первые посетители – это люди, скажем так, пенсионного возраста. Это те люди, которые действительно имеют много проблем с позвоночником и суставами. Это те люди, которые прошли много-много всяких лечений. И они понимают, что лечение с помощью движения – это единственный метод, который может им помочь восстановить функцию. Вот поэтому больше всего пришло жителей, скажем так, старшего поколения. Но, тем не менее, есть у нас и среднее поколение. Вот детей пока нет, скажем так, сколиозников, пока детей нет. Ну, вот я бы хотел еще остановиться. Все-таки, наверное, не все у нас сегодняшние телезрители, наверное, понимают, о чем мы говорим. Давайте еще раз о кинезиотерапии. Давайте начнем все-таки, мы, как все прямые эфиры, мы начинаем с самого любимого, да, что же такое кинезиотерапия, да, и с чем ее едят. Значит, ну, термин кинезиотерапии, если дословно переводить, кинезис – это движение, терапия – это лечение. Соединяем, соответственно, два этих слова и получаем лечение движения. То есть кинезиотерапия занимается проблемами позвоночника и опорно-двигательного аппарата, то есть крупные суставы, с помощью именно движения. То есть главное действующее лицо в нашей методике – это сам пациент. Его собственные усилия, грамотные. Во всех методах лечения, да, вот как это ни странно, человек приходит ко врачу, вот, и, скажем так, ложится на кушетку, и с ним что-то начинают делать. Это могут быть физиопроцедуры, это могут быть массажи, это могут быть уколы, это могут быть операции. То есть как бы человек ничего не делает, он отдал себя, значит, в какие-то руки специалиста и перенес всю проблему, значит, специалиста, и специалист что-то с ним начинает там делать. Какой результат? Ну, какой-то результат это достигает. Вот в нашей же методике, чем мы принципиально отличаемся от всех других методов, в том, тем, что главное действующее лицо в нашей методике – это сам пациент. То есть у нас есть специальные реабилитационные тренажеры, на которых человек приходит, проходит курс лечения на тренажерах. И также еще есть у нас суставная гимнастика, где уже мы без тренажеров, а с помощью гимнастических упражнений, также вот поддерживаем или лечим себя. То есть принципиальное отличие метода кинезиотерапии, ну, два принципиальных отличия. Первое – это то, что главное действующее лицо – это сам пациент, который выполняет движение, и оно, так сказать, является лечебным действием. И второе – то, что метод кинезиотерапии – это единственный метод, который направлен именно на восстановление функции. То есть я пришел ко врачу, ну, условно, не могу копать в огороде, у меня болит спина. Я вышел, прошел какой-то курс лечения, на выходе выхожу, мне врач говорит, а теперь тебе в огороде копать нельзя, потому что у тебя там, ну, грыжа межпозвонкового диска и так далее. То есть вот, ну, как бы… И начинается ограничение. Я не улучшил, да, какие-то ограничения вводятся, да, и на самом деле я не улучшил качество жизни. То есть я как не мог копать в огороде, да, так же вышел и не могу копать в огороде, да. Вот, а у человека складывается такое впечатление, ну, вроде бы спина болела, а теперь спина не болит. Просто затихорился, да. Да, понимаете, вот здесь вот, вот в этом и заключается, как бы, такое, ну, немножко лукавство какое-то, да. Вот кинезиотерапия, она нацелена на то, чтобы улучшить качество жизни человека. То есть, а что значит улучшить качество жизни? Ну, не мог копать в огороде, могу копать. Не мог там нянчить ребенка, могу нянчить ребенка. Не мог там что-то прибить, да, могу. Вот этим кинезиотерапия отличается от других методов лечения. То есть, когда человек восстанавливает, не просто снимает боль, а именно восстанавливает функцию. Ну, а под функцией мы понимаем бегать, прыгать, поднимать тяжести и так далее. То есть, жить полноценной жизнью без каких-либо ограничений. Задавали ли клинчане вот эти вопросы о том, что мне нельзя, или я боюсь, или, может быть, нельзя мне потому что? Есть действительно серьезные ограничения? Или все-таки метод настолько думчивый, универсальный, что может быть индивидуально подобран большей части пациента? Самые распространенные вопросы, это, конечно же, это про меня любимого. Вот, значит, смотрите, очень много, здесь много всяких разных заблуждений. Первое. Конечно, безусловно, когда мы приходим ко врачу, врач говорит, вам нельзя. Второе. Второе. Ну, это вот первое, самое распространенное. Вам нельзя физические нагрузки, вам нельзя, так сказать, нагружаться, переохлаждаться и бла-бла-бла-бла-бла. То есть, абсолютно нельзя. Страхи и ограничения. Да. Значит, вторая группа вопросов, это вот, к примеру, я прочитал книжку, что-то начал делать, и мне стало хуже. Вторая группа такая, да, самолечением кто занимается. Третья. Я вот ходил куда-то там, там в тренажерный зал, еще куда-то, я что-то подделал, и мне тоже не помогло, и поэтому мне нельзя. Вот примерно три таких вот группы вопросов, которые, так сказать, можно объединить в одну тему, да. Смотрите, значит, ну тут надо бы пояснить, вот на дне открытых дверей, сегодня, я не знаю, мы рассмотрим вот все или нет, потому что, ну, время ограничено. На дне открытых дверей мы подробно рассказываем, вот проходило у нас 4 часа. Отличный вообще формат, когда можно и попробовать, да, и задать вопросы. Там есть обратная связь, понимаете, вот я сейчас говорю, транслирую людям, да, что-то, может быть, я не так выразился, что-то кто-то не так понял, вот, когда много людей, кто-то чего-то недопонял, спросил, и я всем еще раз объяснил, и люди, так сказать, поняли второй по третьему разу, уже нормально, так сказать, понимают какие-то уже нюансы, да, вот, потому что где-то я мог не так что-то сказать, не так объяснить, может быть, да, вот, обратная связь, она очень важна, вот, и, причем, вот, у нас будет еще орден, день открытых дверей, вот, приглашаю, да, людей сразу. Да, мы обязательно об этом, уважаемые телезрители, вам скажем. Где мы расскажем об этом уже, ну, вот так вот прям живую, с обратной связью. И один момент, я только упомяну, что наша обратная связь тоже заработает для всех клинчан. Буквально через 15 минут мы готовы будем выслушать все ваши вопросы. А сейчас вот о тех нельзя, которые высказывают пациенты. Как вы работаете с этими возражениями? Значит, смотрите, вот, ну, самое первое, да, первое, когда мне врач что-то сказал нельзя. Значит, смотрите, вот, что говорят? Говорят про нагрузку обычно, да, вам нельзя никакой нагрузки. Но давайте разберем, что такое нагрузка для человека, у которого есть боли в спине, либо в суставах. Вот, хочу подчеркнуть, особо отметить, да, чтобы люди поняли это, что самая большая нагрузка для человека, у которого есть проблема с опорно-двигательным аппаратом, это вес его собственного тела. Понимаете, вот смотрите, я ничего не делаю, условно, сижу, у меня болит спина. Я лежу, у меня болит спина. Я ничего не делаю, а спина болит. Я никакой нагрузки не осуществляю, да, казалось бы. То есть вес моего собственного тела для меня и есть самая большая нагрузка. Теперь, смотрите, давайте разберем. Вот, ну, вот во мне 80, причем, смотрите, я же не говорю, большой это вес или маленький, да, у кого-то может быть там 30 килограмм это вес и спина болит, у кого-то может быть 120 килограмм и спина болит, да. Поэтому здесь не важно, важно никакой вес у человека, лишний, не лишний, а что вот сегодняшние килограммы какие есть, я должен их обслуживать, я должен встать, пойти в туалет, умыться, побриться, помыться, пойти на работу, выполнить какую-то функцию, прийти домой, да, там с детьми поиграть и так далее, да. То есть вот эту функцию я должен осуществить. А как это сделать, если у меня болит спина? То есть мы говорим о том, что вес моего собственного тела и есть самая большая нагрузка. То есть мои мышцы, а мы же все движения, все действия осуществляем за счет мышц. Вот я пальчиком раз, раз, сокращаю и делаю движения. Вот все движения мы осуществляем за счет мышц. Поэтому я могу сделать вывод о том, что мои мышцы не справляются с весом моего собственного тела. И вот здесь две новости. Одна очень хорошая, одна плохая. Хорошая новость – это то, что мышца восстанавливается в любом возрасте. В любом возрасте. Абсолютно, в любом возрасте, потому что мышечная клетка должна сделать одно действие – сократиться и расслабиться. И тогда я могу восстановить свою мышцу. Вторая новость – плохая. Потому что это могу сделать только я. Не доктор, которому я принес и кинул свое тело на кушетку, и он что-то там делает, а я должен это сделать. Центральная нервная система от головы дает команду сократиться и расслабиться. Сократиться и расслабиться. Почему она плохая? Ну, потому что я ленивый. Толстый, ленивый. Я хочу дать денег, лечь на кушетку, стать молодым, здоровым и красивым. Хорошо привитая психология. Да, совершенно верно. Понимаете? И поэтому, когда говорят, вот, а какие гарантии вот вам, какие гарантии вы даете при лечении, вот, мы даем стопроцентную гарантию. Стопроцентную гарантию не дает никто. Мы даем. Но она немножко лукавая гарантия. Мы даем гарантию возврата трудоспособности. То есть, если вы будете выполнять упражнения, вы восстановите свою мышечную ткань, и вы сможете нормально что-то выполнять. Почему вы это сможете сделать? Потому что все, вот, метод лечения, он такой прозрачный, да, вот, он на поверхности лежит, он виден. Почему? Потому что я пришел на первый сеанс, лечебный сеанс, зафиксировали, я могу что-то сделать. Ну, к примеру, там, могу сделать, вот, на этом тренажере могу сделать, там, 5 килограмм. На другом могу 10 килограмм сделать. Мы это дело зафиксировали, все. Я прихожу, делаю на этом тренажере 5 килограмм, на этом 10 килограмм. На следующий сеанс я прихожу. Я опять делаю здесь 5 килограмм, здесь 10 килограмм. На следующий сеанс прихожу. Что я могу уже на этом тренажере сделать? Ну, повысить нагрузки. Ну, да, как минимум, там, 7, 8, 10. То есть, я уже прибавил, да, на этом что могу. И на этом больше могу. Смотрите, вот, я выполняю, я вижу, что потихоньку, да, я делаю, делаю, делаю. У меня еще боль не ушла, да, боль-то у меня осталась, но я вижу уже результат какой. А то, что я стал уже другим человеком. То есть, я функционально мог делать 5, а функционально 10. Скажите, я же уже другой человек? Конечно. Конечно, безусловно. И я вот точно знаю, я абсолютно точно знаю, если я буду делать, регулярно выполнять какие-то упражнения, я точно знаю, что к какому-то времени, я не знаю, когда, я не могу сказать, когда. Иногда приходят и говорят, скажите, пожалуйста, а сколько мне надо заниматься? Вот когда я буду здоровый? Говорят, да я не знаю. Ну, вот, к примеру, по вашим параметрам, вам надо вот на этом тренажере сделать там 50 килограмм. Для нормального человека. Вы сколько делаете? Он говорит, а я 20 делаю. А когда я смогу быть здоровым? Я говорю, когда? Когда 50? И тут же вопрос задаю, скажите, пожалуйста, а когда вы сделаете 50? И уже как бы не я, вот, не я отвечаю за то, когда он будет здоровым. А я перевел этот вопрос на пациента, да, и говорю, а когда ты сделаешь 50? Он говорит, я не знаю. Я говорю, и я не знаю. Но я знаю точно, когда ты дойдешь к 50, ты будешь нормальным, здоровым, абсолютно здоровым человеком. И когда, вот, если ты сможешь на нем сделать 50, если у тебя будет болеть, вот тогда ты придешь ко мне и скажешь, Игорь Ланяш, я вот делаю 50, а у меня болит. Вот как вы думаете, сколько за это время таких людей пришло? Ну, наверное, все-таки какое-то ничтожное количество. Абсолютно, да, совершенно верно. Как правило, люди, либо они просто бросают, не уходят, да, они говорят, нет, это не для меня, я лучше вот там куда-то к массажисту, там еще к мануальщику, я толстый, ленивый, там, ну, нафиг, я денег дам, и пусть меня там лечат, да. Вот, а если человек пришел, он понимает, он видит, как говорится, результат, подходя там к 40 килограмм петить, он уже, он уже восстановил себя, он уже может все по жизни делать, да, и ему уже вот эти гарантии, как говорится, не нужны, он уже не приходит и не спрашивает, когда. Он уже четко может, так сказать, обслуживать себя. Давайте мы попросим, у нас есть возможность посмотреть, как работает, функционирует ваш центр, кстати, поговорить о тех тренажерах, которые там работают, и еще вернуться к вопросу, вот лично меня интересуют те случаи, когда человек говорит, что ему нельзя, но по каким-то показаниям, сопутствующим заболеваниям. Подробнее, несколько слов о том, насколько индивидуальны эти программы, и насколько универсальны наборы упражнений, которые выполняют люди, которые приходят к вам в центр. Ну, смотрите, каждый, у нас каждый человек, он занимается, проходит лечебные сеансы по своей индивидуальной программе, с учетом, ну, скажем так, основных заболеваний наших, это вот то, что касается позвоночника и суставов. Вот, и также мы учитываем, так как все-таки здесь есть физическое воздействие, мы не называем, смотрите, я же не называю это нагрузкой, да, я говорю, это физическое воздействие. Вот, у нас нагрузок нет никаких, мы локально воздействуем на проблемную зону. Вот, и все-таки здесь связано с тем, что у нас за занятие человек перемещает, ну, там, от 6 до 10 тонн в пространстве, да, представляете, вот, там, люди пожилого возраста, да, перемещают 8-10 тонн в пространстве, да, они этого абсолютно не замечают, я расскажу, как это потом, если, вот, смотрите, и мы составляем индивидуальную программу для каждого с учетом всех этих заболеваний. Здесь нет, вот, если мы приходим в какое-то лечебное заведение, там, ну, к примеру, грыжа межпозвонкового диска, там, L4, L5, 10 миллиметров, 10 человек, 10 человек, лежат на койках 10 человек, да, вот, и медсестра пришла до обеда 10 человеком, там, в левую ягодицу уколы сделала, после обеда пришла, там, в правую. Ягодицу уколы сделал, ну, в общем, всем одинаково, одно и то же, да, вот, собственно, всех пришли, там, на прибор в физиопроцедуру воткнули, ручку влево, ручку вправо, вот, и всем один и тот же физиопроцедуру всем назначили. То у нас, вот, для каждого человека подбирается свой комплекс упражнений, да, с учетом основного диагноза и с учетом сопутствующих заболеваний. Вот, чем хорош метод кинезиотерапии? В том, что у него практически нет ограничений, вот, практически, вернее, нет противопоказаний. А противопоказания, это если только, скажем так, мерцательная аритмия, тромбофлебит, ну, кардиостимулятор, да, это вот те вещи, которые, с которыми мы стараемся не брать, потому что, ну, это, по жизни-то с ними жить, вот, в общем-то, сложно, да. Вот, а если вдруг это что-то произойдет в нашем зале, то, ну, как бы, не есть хорошо, поэтому мы стараемся таких вот, ну, с такими, все-таки, заболеваниями не брать. Вот, а в основном, в основном люди приходят с багажом, так сказать, сопутствующих заболеваний. И мы видим, как они тренируются, да. Это и миопия, вот, видите, в очках, да, вот, когда врачи иногда говорят, что там нельзя, с миопией нельзя заниматься, да, хотя вот жить человеку можно, да, сумки носить можно, а на тренажере почему-то нельзя. Это и после инфарктов, после инсультов. Даже после таких тяжелых. Конечно, конечно, да, это не является противопоказанием, наоборот, прямое показание к занятиям, потому что, ну, как говорится, сердце – это тоже мышца, да, вот, поэтому надо ее тоже тренировать. Вот, и что я хотел? Особенности в тренажерах, можно сейчас поговорить, продолжить. То есть нет противопоказаний, есть ограничения, да, то есть какие-то упражнения, вот, скажем так… В другом режиме будет выполнять. Да, совершенно верно. То есть если у человека нет, скажем так, ограничений, он может делать все. Если у человека есть, ну, какие-то заболевания, да, то то или иное упражнение он просто не будет выполнять. Но это не говорит о том, что он не сможет себя восстановить. Конечно, безусловно, он восстановит себя, но, может быть, времени просто займет чуть-чуть больше, нежели у человека, у которого нет ограничений. Вот, поэтому, значит, как правило, как правило, вот, мы мало кому отказываем, как правило, вот, у нас есть, вот, ну, склянусь здесь нет, потому что недавно мы открылись, да, вот, ну, скажем там, в Зеленограде, в Твери у нас люди 85-86 лет есть. Только начинают, да, занятия у вас в центре, да, вот в таком возрасте? Ну, да, да. Это самый, ну, скажем так, это самый, ну, высокий возраст, 86 лет, по-моему, 85, по-моему, в Зеленограде, 86 в Твери. Вот, значит, почему это происходит, вот почему? Потому что на самом деле мы в своем лечебном процессе используем узколокальные тренажеры. Ну, вообще, тренажеры, они делятся... Может быть, можно прокомментировать даже, да? Тренажеры, они делятся на многофункциональные и на узколокальные. Вот узколокальные тренажеры, это тот тренажер, который направлен на одну проблемную зону. Какую-то группу мышц отделений, да? Да, совершенно верно. Ну, к примеру, вот, например, вот, я могу работать только вот так, да, вот. Ни сюда, ни влево, ни вправо, никуда. Можно вот это упражнение сделать, скажем так, на узколокальном тренажере, когда все закреплено, я могу делать только вот так. Я ничего другого сделать не могу. То есть на узколокальном тренажере невозможно сделать неправильного движения. Только правильное движение, которое задал уже производитель. Вот он задал вот это трехмое движение. То есть в случае реабилитации это самый такой лучший вариант? А вот на многофункциональном тренажере, да, я могу попытаться изобразить такое же упражнение, но я могу там вот так, как это все-таки троса там гуляет, да, я могу и так, и так, и влево, и вправо, вот. И не факт, что я сделаю это правильно. То есть мысль какая? На узколокальном тренажере невозможно сделать неправильного движения. Невозможно, в принципе. Ну, если головой не постучаться об него, об железной, да, чего категорически делать не советуем, да, вот, то невозможно сделать неправильным. И второй момент, второй посыл, то, что, чтобы сделать правильное движение на многофункциональном тренажере, надо долго-долго-долго тренироваться. Но так как мы говорим о том, что к нам приходят люди, пациенты, как правило, далекие от всего вот этого, да, которые не готовы физически, да, совершенно верно, поэтому весь лечебный процесс в нашем центре, да, вот во всех наших центрах, это принципиально, да, мы закупаем узколокальные тренажеры, стараемся закупить именно реабилитационные тренажеры. Здесь еще тоже есть нюанс такой, да, вот, что именно лечебные тренажеры. Вот, и весь лечебный процесс проводим именно на узколокальных тренажерах. Вот, а что касается реабилитационных тренажеров, тоже такое, тут вам ни один специалист не скажет, почему вот этот спортивный, а этот реабилитационный. Мало вообще кто чего понимает в этом деле, да. Если вы даже спросите, они что-то помыкают, что-то с умным видом начнут рассказывать. Основная мысль, могут говорить, что реабилитационный тренажер, биомеханика реабилитационного тренажера соответствует биомеханике человека. Вы поняли что-нибудь? Нет, я тоже. Или в реабилитационном тренажере нагрузка распределяется в зависимости от фазы движения. Бла-бла-бла. Вы что-нибудь поняли? Ничего конкретного. Смотрите, реабилитационный тренажер, как правило, вот этого вам никто не расскажет, этого секрета никто не оскорбит, потому что не понимает. Значит, реабилитационный тренажер в основном это тренажер, где ось, вокруг которой производится движение, соответствует оси сустава. То есть, вот смотрите, вот сустав, у меня все мое движение в тренажере, если я это делаю в тренажере, ось проходит через сустав. Вот как бы ось тренажера, она соответствует оси сустава, поэтому у меня никогда не может быть нагрузки на сустав. Вот это и есть реабилитационный тренажер. А как правило, вот в реабилитации используют велотренажер или беговую дорожку. Скажите, это реабилитационный тренажер? Да нет, собственно, все применяют этот способ как бы поддержания себя, да, любой человек? Какое? 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 Никаких ограничений нет. Идет наоборот, нагрузка идет на суставы, да, то есть мы там встали на тренажер и пошли, или там велосипед крутим, да, на суставами крутим, да. Так вот именно реабилитация, это когда ось, когда мы воздействуем только на мышцу, при этом исключается нагрузка на сустав. Вот этого никто, как говорится, не может объяснить. Вот я сейчас телезрителям Клина объясняю. Образовываю. Да, объясняю, что если вам что-то говорят, вы должны вот это понимать. Как понимать, какие упражнения вы делаете, так и где, и на каких тренажерах нужно вникать в нюансы. Совершенно верно. И вот возвращаясь к тому, что мы проговорили, вот мне нельзя, я попробовал и так далее. Это первое, мы говорили, что врач запретил, да, вот нельзя. Мы разобрали этот вес собственного тела, является самая большая нагрузка, да. И если я буду потихоньку делать сегодня 5 килограмм, завтра 10, 15, 20, то скорее всего, что когда-то я смогу сделать, значит, физическое воздействие такое, что мои мышцы смогут выполнять вес моего собственного тела, да, и я смогу, так сказать, выполнять любую работу, при этом не испытывая никакого дискомфорта. Это вот то, что мне нельзя, потому что врач запретил, да. Если врач запретил, тогда не вставайте с кровати, лежите, потому что как только вы встали, у вас пошла нагрузка. Значит, врач вам, если запретил, значит, он вам запретил вставать с кровати, вы лежите, вам еду принесут, утку принесут и так далее. То есть, ну вот, примерно так. Ценарий будет разворачиваться. Ну, собственно, да. И здесь-то два варианта пути, да. Вот, когда уже переходит возраст немножко за, вот, есть два варианта, как говорится, внучку сказать. Внучок, либо вот стакан воды мне подай, принеси вот там таблетку и стакан воды. Либо подошел и говорит, ну-ка, где там твои ролики, пойдем покатаемся на ней, да. Ну, как бы вот два пути. И два разных качества. Совершенно верно, да. Можно быть обузой, растить себе внуков для того, чтобы они подавали стакан воды, вот, то есть надо воспитывать, чтобы они потом не сбежали, да. Либо другой вариант, не быть обузой своим внукам, да, с ними еще как-то вести, так сказать, активно, да. И в воспитании, да, и быть образцом, там, и на велосипеде покататься, на роликах, там, в хоккей поиграть и так далее. Вот оно, собственно, два пути. Как без кинезиотерапии, как покататься на роликах, я не знаю, правда. Не сделав ошибки, не отправившись. Как вот стакан воды, это понятно, как сделать, но надо ходить по врачам, отдавать свое тело им, и они рано или поздно приведут нас вот к тому, чтобы внук подавал стакан воды. Телезрители очень хотят уже с нами поговорить, но все-таки я вас попрошу еще раз повторить для клинчан, какие диагнозы, какие проблемы, это прямое показание прийти к вам в центр и как минимум узнать о том, что такое кинезиотерапия. Ну, это все заболевания позвоночника и суставов, это такие заболевания, как остеохондроз, грыжа межпозвонкового диска, ранее называлось люмбагой, шаз, радикулит, вот сейчас просто ставят грыжу межпозвонкового диска. Далее, это все крупные суставы, коленные суставы, артрозы, артриты, тазобедренный сустав, коксартроз, плечи, лопаточный периартрит, плечи, голеностопные суставы, это вот что касается крупных суставов. Далее, для детей программы по сколиозу, по кифозу, кифоз, сколиоз, нарушение осанки, мышечная недостаточность, избыточный вес. Ну, вот, собственно, приблизительно. Вот он, диапазон, и, соответственно, за этим еще идут разные сопутствующие заболевания, которые нанизываются, как красиво. Ну, а там все остальное, дальше, да, дальше заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечный тракт, заболевания органов малого таза, так как мы включаем в работу мышечную ткань. Мышечная ткань – это тот транспорт питательных веществ ко всем образованиям, которые не имеют своей кровеносной системы, да, ведь, смотрите, как мы желудок еду кидаем, как она в унитаз идет, этот процесс мы понимаем, да, вот. А как дальше все питание осуществляется? В желудке, в кишечнике впитываются питательные вещества, в кровь, и по крови идет, распределяется все питание, да, и вот костям кальция идет, какой мы там, которые нам говорят, кушать, да. Смотрите, а если у меня слабая мышечная ткань, то что у меня? У меня капилляры никакие дряблые, и там, где мне бы надо, чтобы питательные вещества туда пошли, я там хондо-протекторы ем горстями, мешками, ведрами. А мне говорят, ты там вот правая нога у тебя, правое колено, ты его поменьше эксплуатируй, побольше, нет, на левом ходи, да, а это только с палочкой, да, вот и как-то кое-как, да. Так что там происходит? Мышцы атрофируются, капилляров нет, а туда питательные вещества не поступают. Ну, собственно, мы их едим. То, что если есть питательные вещества какие-то вот в тех хондо-протекторах, которые мы кушаем, в лучшем случае они осядут камнями в почках, потому что через почки кровь проходит, там вот так канал идет, и они оседают, да. Но никогда они не попадут туда, куда мне нужно. Почему? Потому что для того, чтобы они туда попали, мне нужно, чтобы мышца, в мышце все капилляры, да, мышца их туда доставила. А если там мышца никакая, ну, как-то примерно так. Наши телефоны раскалились. Давайте послушаем телезрителей и продолжим нашу беседу. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Есть у нас следующий звоночек. Здравствуйте. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Вы можете задать свой вопрос. Пожалуйста. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот этот сеанс, сколько сеансов мне интересует, нужно провести, и какова стоимость? Ну, а в системе, как работает центр, как центр работает с пациентами? Коротко. Значит, смотрите, у нас все лечение, оно состоит, значит, следующий процесс проходит. Вы приходите, проходите консультацию нашего специалиста. На консультацию, если есть какие-то снимки, выписки по сопутствующим заболеваниям, все это дело вы с собой берете. Вот, берете с собой спортивную форму и берете 2000 рублей денег. Значит, в консультацию входит осмотр доктора. Вот мы видели здесь, доктор рассматривал, сейчас еще будет. Да, перед тем, как попасть в дожорный зал. Вот, значит, доктор проводит миофасциальную диагностику, смотрит состояние всех мышц и суставов, то есть мы смотрим, что крутятся, ротации и так далее, да, что все ли работают суставы. Мы смотрим состояние мышц, где мышца напряжена, где расслаблена, для того, чтобы понять, какую зону, как надо, с какой зоной, как работать надо, да. Вот, смотрим также снимки, если есть, это уже на разрушение там суставов, есть ли артрозы или артриты, вот, для того, чтобы понять, опять-таки, что, какие воздействия можно осуществлять. Дальше, вы переодеваетесь в спортивную форму, и врач с вами, вот, в реабилитационном зале проводит уже, так называемую, функциональную диагностику. То есть, смотрите, мы смотрим, что конкретно вы можете выполнять на сегодняшний день. Еще раз, вы конкретно. Сегодня, сейчас. Не просто ваш диагноз, да, потому что, еще раз, диагнозы у 100 человек одинаковые, но все 100 человек функционально разные. Один может на этом тренажере 5 килограмм, а другой 50. Вот, как раз-таки, мы смотрим ту функцию, которую вы можете сегодня. Мы фиксируем это все, больно, не больно, могу, не могу, какая амплитуда движения, какая болевой порог там, и так далее, да, что человек может. Мы это определили, ну, грубо говоря, тот уровень, откуда мы с вами дальше будем строить программу. Вот, значит, вы, мы смотрим на вас, что вы можете, то есть, мы понимаем, после вот прохождения функциональной диагностики, мы вообще понимаем, что вообще из чего человек состоит, что он может вообще, да. Вот, то есть, его степень, его запущенности. Вот, а человек, позанимавшись уже, пациент, пройдя консультацию, он посмотрел, что его ждет. И здесь есть два варианта, как я говорю, два варианта, другого нет. Либо человек посмотрел и говорит, уй ты, да, что-то я себя запустил, я вот там когда-то помню, я же это мог там, а сейчас не могу, да. Мне срочно надо, ребят, я все понял, это моя проблема, скажите, что и как мне надо делать, я готов, я понимаю, что мне это надо. Это один вариант. И начинает заниматься. Он приходит и лечится. Второй вариант, человек попробовал, мне говорит, да ну нафига мне это надо, я жил без этого, там, 10 лет прожил без этого, ну, наверное, и как-то еще проживу. Да, наверное, конечно, проживет, да, и вопрос, нет, не умрет. От этих заболеваний еще ни один человек не умер. Живут долго, но плохо. Каждым годом хуже, хуже и хуже. Так вот, пройдя вот эту функциональную диагностику, мы понимаем про вас, в какой степени запущенности вы находитесь, мы приблизительно знаем, какие нормы у нормального здорового человека должны быть, и где вы находитесь, да. Вот, и дальше вам сможем приблизительно сказать, сколько вам нужно будет пройти, потому что сказать, что вам надо 10 сеансов, это вот массажист говорит, у меня 10 сеансов и все, и до свидания. И свободы. Нет, у нас нужно будет столько, сколько нужно конкретно вам. А от чего это зависит? А это зависит от того, в какой степени запущенности вы находитесь. Сегодня вы, вот точка здорового человека, вот грубо, сегодня вы вот здесь. Долго вы в этом точке простоите? Нет. Либо вы сюда пойдете с нами, либо вы пойдете от нас, от, дальше от нее. Придете сегодня, вам надо условно там, там, условно 20 занятий надо. Ну, не пришли вы к нам сегодня, умрете, вы нет, не умрете. Придете через полгода, там, через год, вот здесь, ну, надо будет 30 занятий, там, да. Не придете через полгода, придете через 3 года, вот здесь будете, ну, надо будет 50 занятий. То есть вопрос-то не в том, что возьмем мы вас или не возьмем. Возьмете ли вы за себя? Вот, в другом случае, готовы вы будете, там, преодолеть, да, там, так сказать, вот это расстояние. Сегодня можно вот так пройти, там, 20-30 занятий. Через полгода, там, надо будет 50, там, через еще полгода, там, 100 занятий, да. Вот смысл именно в том, что сколько нужно будет вам, это будет понятно конкретно, значит, от той степени запущенности, в которой вы находитесь. А по ценам могу просто сказать, что у нас все лечение по циклам, каждый цикл, это 12 занятий. Первый цикл, он самый дорогой, потому что мы, так сказать, индивидуально обучаем и так далее. Дальше идет, там, ну, как бы накопительная скидка, вплоть до 50%, там, так сказать, вот скидка, да. Первый цикл для ориентира, по-моему, в районе 22 тысяч, по-моему. Разные цены в разных центрах, поэтому в районе 22 тысяч, по-моему. Но сейчас, до 15 ноября, у нас вот продлили мы скидочку, какую-то там, в связи со открытием, да, вот после Дня открытых дверей, чтобы люди пришли, могли там, какая-то скидочка есть, это все приходить на Дне открытых дверей, расскажем, я просто не помню. Уважаемые телезрители, мы сейчас прервемся на пару минут рекламы, после этого еще продолжим разговор и с вами о методах, о методах гинезитерапии. И вы можете задавать, пожалуйста, свои вопросы, не переключайтесь. Итак, это программа «Прямой эфир», сегодня мы говорим о методе гинезитерапии. Сегодня у нас в гостях Игорь Морозов, возглавляющий подмосковный центр гинезитерапии, который работает у нас уже в Клину. И мы сейчас, я бы хотела продолжить тему занятий в центре. Вот мы предположим, что речь идет о пациентах, клинчанах, которые пришли к вам в центр и начали заниматься, и достигли каких-то успехов. Но успехи, как известно, со временем улетучиваются, мышцы тоже ослабевают. Нужно всегда, постоянно тренироваться. Нужно тренироваться у вас в центре всю жизнь, имея какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Да, вот еще одна группа вопросов, которые постоянно задают это. Ну да, вот я теперь что, теперь всю жизнь к вам должен ходить, у вас цены, не знаю, мы какие, вот и мы не в состоянии, так сказать, да. Смотрите, значит, что наша основная задача, что мы должны сделать? Мы должны, если мы человеку повернули голову на 180 градусов, да, первое, что мы лечим, мы лечим не позвоночник и суставы, мы лечим голову в первую очередь. Подход. Если мы, да, совершенно верно, если человек понимает вообще, для чего ему это надо, если человек понимает, что его проблемы, это только его проблемы, и только он сам может решить свою проблему, мы только можем помочь ему, направить, составить программу, но выполнять эти упражнения должен сам человек. Если вот он это понимает, то все окей, нормально, хорошо, с этим человеком вопросов не будет, да. Вот он восстановит себя. Вот, но смотрите, всегда ли надо к нам ходить? Абсолютно нет. Вот если мы достучались до человека, человек понимает, что ему главное, самое главное, это заниматься, вопрос стоит где? Где? Вот где, да, как мы научим? Вот к нам почему приходят? Потому что мы создаем программу, мы учитываем все его заболевания, там, не только суставы, да, там, сердце, прочие, прочие, прочие вещи. Мы человека научили, что ему надо делать, мы человеку сказали, чего ему делать категорически нельзя, в силу того его, так сказать, ограничений. Мы научили человека, что, с чем надо сочетать, с чего начинать, чем заканчивать. Мы конкретно для человека разработали его программу, план действия. Мы его научили, поставили технику движения, как делать, выполнять упражнения. Мы поставили технику дыхания, потому что мы, диафрагмальное дыхание у нас, это тоже достаточно такой шаг, который надо отработать. Мы его отрабатываем, да. Вот, и мы восстановили его тело. Смотрите, самый хороший тренажер, как вы считаете, какой? Работа. Работа. Самый хороший тренажер – это тело человека. Мое тело – это самый лучший тренажер. Посмотрите на китайцев, да? Вот у них все практики вот эти вот там. Ушу, канфу, там цигуны, тайчи, вот все просто. Там нет ничего, там только тело. Так вот, смотрите, ну человек к нам пришел. Этот тренажер сломан. У него тут что-то болит, тут скрипит, тут колет, тут ноет. Что мы делаем? Мы поправили этот тренажер, как говорится, подремонтировали его и говорим, окей, все нормально. А теперь, Иван Иванович, вот тебе есть гимнастика в виде, там вот, вон там у нас видно, вон, видите, вон там видео какое-то стоит, да. Вот это вот гимнастика. Можешь взять ее. Можешь приходить к нам на гимнастику. Там цена в районе 150-200 рублей за занятие, да, тоже нормально, да, ходить к нам. Вот, можно дома купить, дома поставили в телевизор и что-то сделали. Можно купить, вот на прошлом эфире, помните, вот женщина звонила, не помню, так она до нас не дошла, у нас она лечилась в Зеленограде, да. Да, да, да. Говорит, она купила там какие-то ошейники и прочее. Где-то в какой-то тренажерный зал здесь ходит и продолжает себя. Вот она, вот где-то заниматься, но она уже знает, что ей делать, как ей делать. Она не навредит себе, она будет делать только правильные упражнения, которые и являются лечебными. Ведь движение, оно ведь не ради движения должно быть. Вот я говорю, беговая дорожка – это движение на тренажере. Да, конечно, безусловно, лечебное оно. Да ни в коем случае. Ну да, для сердца, наверное, хорошо. А для суставов убийственно. Убийственно для суставов. Когда у вас больные суставы, еще какие-то беговые дорожки, велосипеды и прочее. Вот, поэтому мы же научим, как, и вы дальше можете это дело поддерживать. Хотите дома, хотите у нас, хотите где, как хотите. Но если вы не будете этого делать, вы обязательно вернетесь куда? Нам. У нас есть такие, вот мы 16 лет работаем, кто-то через 3 года вернулся, кто-то через 7 лет. Какого-то на сколько хватило. Чем моложе, тем дольше они к нам не идут. Чем старше, тем чаще они приходят. Да, вот когда приходят, да, спрашивают, а чего ты, ты почему не делал? Он говорит, да это то ли бизнес, то ли еще некогда. Я вот, ну я знаю, куда идти. Меня чуть чего, и я сразу к вам. Он приходит, опять восстановил себя, только потом плачет, говорит, ну я вот там вот 3 года назад был, вы меня так быстро восстановили, а теперь дольше. Почему? К сожалению, мы не становимся моложе. Поэтому процесс дольше идет, да. Вот, а самое хорошее, это когда люди восстановили, это вот как к зубному врачу, вот смотрите, аналогия, да. Вы пришли к зубному врачу, вот, вам надо там что-то просверлить, вычистить, да, вот, ну как-то там пломбочку поставить, да, вот то же самое. Вы приходите вот на тренажерах, да, что мы делаем? Ну, то же самое, мы что-то вычищаем ваш организм, да, вот выгоняем из него всю хворь, делаем вас нормальными здоровыми людьми, и дальше что вы дома делаете? Поддерживаем это. Зубы чистите с помощью зубной щетки. Вот мы вам в виде гимнастику даем, в виде зубной щетки, ту методику, которую мы вас научим. Вот самое основное, что надо понять, что мы не приучаем вас к себе, как условно тот массажист, мануальный терапевт, который говорит, вы пришли к нему, он вам что-то сделал и говорит, ни в коем случае, если что-то у вас там заболит, вы ни в коем случае там ничего не делаете. Вы ко мне, я вам тут что-то там вправлю и так далее, да. Вот этого у нас нет. Мы отдаем методику вам, мы вас научили, что и как вам надо делать, и вы всегда, если у вас что-то там приключилось, вы сами с помощью каких-то упражнений можете вывести себя из того состояния, в какое вы попали. Вот как бы, резюме, не надо всю жизнь ходить к нам, как это говорят, и платить нам деньги, надо пройти определенный курс, выучить, запомнить, изучить всю методику и, независимо от нас, применять ее по жизни. Не будете, вернетесь к нам. Давайте послушаем наших клинчан. Добрый вечер, вы в прямом эфире, можете задать свой вопрос, слушаем внимательно вас. Здравствуйте. Пока у нас клинчане собираются с мыслями, у меня такой вопрос. Вы упомянули гимнастику, которая тоже проходит у вас в центре. Для кого? Для каких групп? Что это за новость? Потому что на прошлом эфире такой информации я не припомню. Да, вот смотрите, был день открытых дверей, пришло, мы уже сказали, что пришло очень много людей пожилого возраста, старшей возрастной категории, и они, как правило, они очень хотят заниматься, вот очень хотят, но, как правило... Мы получили группу для пенсионеров, вот гимнастику, да, вот, она по цене там в районе что-то 150 рублей за занятие, да, сделали. Вот, и так как очень много пришло людей вот именно этой возрастной категории, врач, они все подходили ко врачу, и что-то там врач объяснял, объяснял, и врач прям тут же на дне открытых дверей решила взять эту группу, вот, и сама лично проводит у нас в 12 часов по вторникам и четвергам гимнастика для тех, кому зам ее называем, да, вот, это, скажем так, это не лечебный процесс на тренажерах, но это те упражнения, да, те упражнения, которые можно выполнять людям пожилого возраста, нужно выполнять, да, с учетом их, так сказать, вот, всех особенностей, вот, поэтому здесь мы открыли такую группу, она уже работает, еще раз, вторник, четверг, или по телефону позвоните, запишитесь, приходите, там группа небольшая, в районе 10 человек, там, по-моему, несколько мест еще есть. Давайте напомним, телефоны центра и адрес в интернете для тех, кто захочет почитать еще дополнительно. Давайте, значит, наши адреса, это Клин, улица Мира, пересечение улицы Мира и Бородинского проезда, вот, приходили там люди и говорили, что как-то неправильно указана улица Мира, хотя адрес такой, это пересечение улицы Мира и Бородинского проезда, это торговый центр юбилейный, на втором этаже, вход через ломбард, вывеска, там уже мы повесили, бегущая строка, красными такими большими буквами, бежит центр кинезиотерапии, второй этаж, телефон 2-58-85 и сайт zelkinesis.ru, либо в поисковике наберите Зеленоградский, просьба набирать Зеленоградский, пока центр кинезиотерапии, потому что он будет, да, скоро, наверное, будет и Клинский, но пока вот через Зеленоград. Вот, там есть много информации, которую можно просто почитать, ознакомиться. Мы еще отдельно скажем о дне открытых дверей, которые состоятся в ближайшее время, но пока послушаем телезрителей, добрый вечер, слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос в таком порядке, как центр работает, и вообще вот как реализация проходит у них, вообще вот, ну как вот, диагностику можно, с какого часа? Вас интересует время работы, вы работающий человек, да? Да, 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 решим работу ихней. Понятно, давайте поясним. Значит, давайте так, еще раз, вот, смотрите, время работы, оно все время меняется, сейчас уже мы увеличиваем, почему было народу клиентов, пациентов не очень много, поэтому, дабы мои работники не сидели и не валяли дурака, это самое расхолаживает, когда ничего не делают, поэтому мы как-то вот ограничили по времени. Оно сейчас все больше и больше расширяется, честно говоря, какие-то дни есть, понедельник, среда и пятница, по-моему, вторая половина дня, вторник, четверг, суббота, первая половина дня, но как-то уже расширяется, я точно знаю, что уже вот и в субботу, в следующий, в эту субботу будет день открытых дверей, а в следующий уже будет и рабочий день, уже все, мы в субботу выходим уже, потому что людей стало больше, вот, поэтому позвоните 2-58-85, дабы не обмануть вас, вот, правда, честное слово, три центра у меня, я как руководителя за всеми тремя не могу, где какой, с точностью до часа, но будет, вот, мы планируем выходить на рабочий день с 9 до 9 без выходных дней, единственное, что может быть суббота и воскресенье покороче, вот, в Твери уже так, в Зеленограде это так, здесь только вопрос заполняемости зала, центр заполняем, значит, чтобы работники не валяли дурака, работали, вот, поэтому... Я чувствую, у вас дисциплина и для себя применима, и для работников, все находятся в постоянном тонусе, а подскажите, пожалуйста, все-таки, еще раз, сейчас врачи, вот, в первую очередь захочут пациентов прийти, может быть, в вечерние часы, да, кому попадет, записаться ли нужно заранее, что сделать? Да, вот, по врачу первый раз вам надо попасть в день работы врача, так как у меня все-таки врач работает на 2 центра, у меня в Зеленограде еще работает, но пока здесь не очень много, да, вот, все-таки, мы почему в Клину открыли, у меня из Клина врач работал в Зеленограде, да, мы открыли в Клину центр, да, вот, и, как бы, этого врача мы планируем, что будет работать только в Клину, но так как пока народу не очень много, поэтому все-таки какие-то дни работает в Клину, а какие-то дни в Зеленограде еще наш этот, вот, врач работает, поэтому первый раз вам надо, конечно же, просто записаться на консультацию ко врачу, в какое-то время удобное подберете, там, вечернее, утреннее подберете. А дальше уже график работы, график посещения вы для себя подберете, я вас уверяю, что там 2-3 раза в неделю. А вот из вашего опыта все-таки, действительно, у графики, сколько люди посвящают так вот оптимально времени занятиям на тренажеров у вас в центре? Смотрите, вот самый хороший график, вот самый хороший, но он для местных жителей, он бесполезный, потому что никто так не делает. Самый хороший график это каждый день. Каждый день? Вот самые лучшие всего, вот лечатся у нас, самые лучшие, это приезжие люди. Вот у нас очень много, вот уже даже сейчас приезжих очень много, и в Зеленограде очень много, потому что, ну, знакомые, там, родственники, приезжают, приезжают, здесь живут, да, в Твери то же самое, уже к родственникам кто-то приезжает, там, из других городов, да, живут здесь. Вот им некогда, им дорого здесь жить, во-первых, в Москве дорого жить, они приехали из какого-то города, им надо быстро уехать. И они ходят, как говорится, каждый день, им здесь делать нечего. Это мы себе можем позволить. Ой, сегодня дождь, ой, я завтра пойду. Ой, сегодня снег, ой, я завтра. Ой, я перенесу. И так далее. Поэтому самые хорошие, это приезжие люди, они четко раз, два, три, четыре, пять и уезжают. Но, как правило, местные, наши местные жители, они ходят раза три в неделю. Опять-таки, это по согласованию с врачом, здесь чисто индивидуальный такой подход. Кто-то ходит два раза в неделю, кто-то три раза в неделю. Острые пациенты ходят каждый день, мы настаиваем, потому что им надо снять острую боль. Поэтому мы настаиваем, чтобы они ходили раз, два, три, четыре. Потом, ну, если устал сильно, денек дадим передохнуть и опять. То есть мы снимаем острую боль без химических препаратов с помощью упражнений. Вот. И человек, так сказать, понимает это, идет. Но потом, как только острую боль снимаем, у него находится тут же куча дел. Почему? Конечно. Самое главное, найти причину, почему я сегодня не могу прийти, себя оправдать. Давайте еще послушаем Клинчан. Мы довольно мало сегодня с ними общались. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте. 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 Я бы вот хотела узнать, какого рода специалисты работают в вашем центре? Угу. Спасибо за вопрос. Ну, специалисты работают врачи. Это врач проводит консультацию, врач-невролог, значит, по первичной специализации, значит, прошедшее обучение по кинезиотерапии. По инструктора, это средний медперсонал, либо институт физкультуры. То есть, вот физкультурное образование, то есть, это два образования, которые мы берем, где в базовом образовании есть анатомия физиологии проходит. Да, это высшее спортивное образование, либо средний медицинский персонал. Это инструктора, которые проводят непосредственно занятия. Вот если коснуться вопроса доказательности, да, мы говорим о том, что методика работает. Есть ли у вас возможность встречи с начинающих пациентов и тех, кто уже прошел какой-то курс? Или работает сарафанное радио? Как это стоит? Смотрите, самое большое количество пациентов наших, ну, как-то проводили. Вот у меня сидят администраторы, они крыжики. Даже вот если вы будете звонить, вам первый вопрос, во всяком случае, администратор должен задать, я прошу, да, откуда у вас информация. Мы ставим крыжи. Либо газета, либо вот прямой эфир, либо от знакомых, проходивших ранее. Вот в Зеленограде у меня 95 процентов, это тех, кто приходит от знакомых и так далее. Значит, в Твери процентов 80-85, наверное. Вот, почему? Потому что, смотрите, ведь все что угодно, я могу про себя говорить все что угодно в рекламе. Конечно. Вот, самое главное, какой результат. И вот я всем говорю, вот вы не звоните там по справочнику, ой, такой медицинский центр и такой, а здесь сколько денег, а столько, а здесь сколько, столько, а вот пойду вот сюда. Нет, так не работает медицина. Я говорю всем, всем говорю так, вы придите, поднимите свою вот, ну, пятую точку, да, придите куда-то и посмотрите. Вот вы пришли и посмотрели. Я уверяю вас, вы увидите кого-то своего знакомого. Уверяю вас, Клин, город маленький, да, вот так же, как Зеленоград, город небольшой. Люди приходят, Тверь там побольше, но все равно вот они заходят, смотрят и говорят, ой, Вась, привет, а ты что тут делаешь? Он говорит, да я вот здесь, а что у тебя? И он рассказывает, чего у него. И вы ему поверите больше, чем мне. Ну, он же вас не обманет, он же ваш знакомый, да. Поэтому я всем говорю так, вы придите и посмотрите. Не по телефону, а чего, сколько и так далее, тут дешевле на три рубля и пойду-ка я туда, сэкономлю. Да, скорее всего, что сэкономите, но получите ли вы то, что вам надо. Или все-таки вы придете, посмотрите в глаза вот тем людям, которые работают, посмотрите вот на меня, увлеченный человек, да, то есть я себя восстановил, я себя восстановил, да, 16 лет этим занимаюсь, у меня нет вопроса, на которые бы я не смог ответить. Приходите вот 7-го числа у нас, 7-й день открытых дверей. Да, о дне открытых дверей поподробнее. Я 4 часа, вот 10 октября, 4 часа рассказывал людям, да, вот спрашивали, что-то я рассказывал о своей жизни, из жизни, уже из работы, да, какие-то интересные моменты. Люди спрашивали вопросы, получали ответы, обратная связь, что-то недопоняли, я дорассказал, показали, что, чего и как на тренажерах, да, при каких диагнозах, что делать. И достаточно интересно, специально это делаем для вас, для того, чтобы вы ознакомились с методикой и приняли правильное решение, надо оно вам или не надо. Никто вас ни к чему не обязывает, но познакомиться, придите, посмотрите, получите еще раз, значит, 7-го ноября в 12 часов, ну, в нашем центре. В вашем центре, давайте повторим адрес, и какой возраст, все-таки, еще раз, от и до, кого вы приглашаете? Нет, ну, от 7 лет, наверное, 7-8 лет, это в зависимости от роста, да, пройдет на тренажерах или нет, вот, а дальше ограничений-то по возрасту нет, надо просто поглядеть по сопутствующим, вот, ну, те вещи, которые нажил человек, да, то есть тот багаж, который он нажил. Если он очень большой, то, может быть, врач что-то там назначит, какое-то дополнительное обследование в виде, там, если нет, там, кардиограмм каких-то, еще прочего, врач может просить что-то сделать, да, вот, если, так сказать, особо серьезных-то нет, ну, пожалуйста. Итак, 7 ноября в 12 часов в центре кинезотерапии приглашаете всех, и взрослых, и детей, что с собой взять, кроме желания, интереса? Ну, пока ничего не надо, просто надо желание понять, вот, если кто-то хочет, ну, возьмите какие-нибудь штанишки-футболочку, там, какую-нибудь сменную обувь, вот, может быть, мы вас где-то куда-то прицепим, покажем, если кто-то чего-то захочет попробовать, не вопрос, попробуйте. Угу. Буквально два слова у нас остается несколько секунд до конца эфира. У вас есть возможность напрямую обратиться к клинчанам. Почему, почему я прошу вас это сделать? Потому что кто-то понял, что, наверное, это очень важно заняться своим здоровьем. Ну, последние аргументы из слов специалиста человека, который занимается этим уже полтора десятка лет. Ну, уважаемые друзья, вот, если я сегодня смог хотя бы у нескольких человек, как я сказал, повернуть голову по отношению к своему здоровью, да, если вы поймете, что ваше здоровье тут только в ваших руках, что ваше здоровье абсолютно никому не нужно. То есть вы сами можете управлять своим здоровьем. Вот, если вы это поняли, приходите к нам на лечение. Если вы еще пока не поняли это, но хотите это понять, приходите к нам седьмого числа. Три-четыре часа, я вам обещаю, интереснейшие беседы, вы такого, много всего, мы просто не успеем здесь рассказать всего, много интересных нюансов было, много интересных фактов я вам расскажу, да. Вот, ну, простых, вот, без каких-то диагнозов, без ничего. Вы сами поймете, если вам это надо, вы придете к нам на лечение. Если вам это не надо, вы пойдете, так сказать, в другое место. Ну, еще раз, приглашаю всех 7 ноября, красный день календаря у нас бывший, в 12 часов проспект, нет, улица Мира, торговый центр Юбилейный, второй этаж. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы, вот, если где-то что-то сегодня не успел кому-то ответить, приходите, приходите все, получите ответы. Уважаемые клиничане, я думаю, вы сегодня убедились, движение это жизнь, а если не до конца мы ответили на ваши вопросы, приходите по тому адресу, который сегодня нам рассказал директор подмосковного центра кинезотерапии 7 ноября. Всего доброго. Продолжение следует...